Velvet Assassin, Stormrise, Warhammer 40 000, Dawn of War 2, Mad World, Uncharted 2, а также Эротические сцены в играх детям до 16 запрещаются И как выглядят тренажёры для геймеров Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите Привет, меня зовут Макс Васильев и это Виртуалити В ближайшие полчаса вас ждёт только самая новая и интересная информация из мира видео, игр и компьютерных развлечений В интернете прошёл слушок о том, что менее чем через месяц начнётся бета-тестирование StarCraft 2 Правда, принять в нём участие смогут лишь журналисты и фанатские сообщества Ещё в сети напомнил о своём существовании режиссёр Уве Болл И что он хочет? Уве хочет снять новый фильм за 18 с половиной миллионов, но нет денег Поэтому он предлагает всем скинуться по 49 долларов И ещё чего? Чтоб он снял своё очередное гениальное творение? Сейчас! А я уже перечислил А вот ты молодец! Надеюсь, таких немного Что ж, друзья, пора переходить к играм Ну, наконец-то, наконец-то они это сделали Компания Relic закончила свою самую долгожданную, самую кровавую, самую злобную стратегию Warhammer 40.000 Dawn of War 2 В битвах схлестнутся отчаянные космодесантники, кровожадные орки, таинственные эльдары и вечно голодные любители покушать тиранины Покрашившая графика и честная физическая модель порадуют поклонников стратегий, а фанаты вселенной Warhammer 2 будут вообще без ума от орков и тиранидов А любители многопользовательских баталий получат множество сетевых режимов, в том числе кооперативный Объединиться с орками, нападать тиранидам и всыпать альдаром смогут только обладатели персоналок Приставочникам просьба не беспокоиться за императора Души демонов В смысле, души демонов Так называется новая японская ролевая игра для консоли PS3 Главный герой, отважный воин из деревни отважных воинов, Политария Которая, несмотря на всю свою отважность и всех ее отважных жителей, была разрушена невесть откуда появившимися чудовищами и демонами В живых остался только один, ну просто самый отважный воин Именно ему и предначертано древним пророчеством загнать внезапно нагрянувшую нечисть туда Откуда она как бы внезапно и нагрянула? Игроку предоставляется право самому выбирать внешний вид и характеристики будущей грозы страшилищ А также вооружать его самыми правильными антидемоновскими гаджетами Кого это там ждут толпы чудовищ? Кто там тихо затаился и только глазками сверкает? Уж не вас ли это ждут? Ну вот теперь точно Души демонов! Возможность души демонов, да еще и с песней, получили любители русской версии Warhammer Online Сам глава Electronic Arts России написал для фанатов игры трек Он называется This Night этой ночью Сейчас он с нами на связи Привет, Тони! Максим, привет! Тони, как появилась идея записать песню и вообще о чем она? Песню для игры Warhammer Online я сочинил, чтобы показать пример альтернативной боевой песни Голос-то у меня не рычащий, как у орков и некоторых металлюк, которые обычно поют Ну, знаете там Это не мой стиль Это скорее мелодичная баллада Ее цель – обогатить внутренний мир фаната игры Добавить ему эмоций Чтобы он не просто воевал и убивал в мире Warhammer Но еще и задумался о том, что у каждого солдата на этой войне есть своя история Это круто! Может, споешь? Да, я попробую А вообще ничего удивительного в том, что про игры стали слагать песни, нет Пришла весна, но строение поднимается А для того, чтобы поднять не только настроение, но и уровень тестостерона Мы подобрали для вас великолепную пятерку эротических сцен из игр Наслаждайтесь! Открывает хит-парад эротических сцен из игр Omicron Nomad Soul Ваша душа, да-да, именно ваша, через экран монитора попадает в другое измерение И вселяется в одного молодого человека Человек этот уважаем, все его знают, а любимая жена так просто и души не чает Хайл, я люблю тебя Едва завидев милого, тут же бросается в его, в смысле в ваши, объятия Ну а потом толкает вас к кроватке Где, собственно, и происходит все то, что обычно происходит между женой и мужем Вот только не то, что поучаствовать, но даже понаблюдать за процессом не удастся Эротическая сцена выполнена максимально целомудренно Почему и занимает лишь пятое место в хит-парад На четвертом месте притаилась сцена соблазнения секретного агента Снейка Русской шпионкой Евой из игры Metal Gear Solid 3 Поедатель Змей Ева должна была всячески помогать Снейку в его миссии По обнаружению гигантского шагающего робота в городе Целиноярске Но она решила злоупотребить служебным положением Сначала кокетливо расстегнула молнию на комбинезончике Потом прильнула влажными губками для страстного поцелуя Затем обнажилась до модного нижнего белья Короче, сексуально выгибая спинку Она медленно приблизилась к агенту Который остался твердым, как кремень Хотя в душе, конечно, был слаб и немощен Можно я видеть? Нет Короче, он не устоял перед Найдском девушке и предложил ей свою змею Свежепойманная, жареная, на костре Ну не живую же Четвертое место На третьем месте любовные похождения Лукаса Кейна из игры Фаренгей Этому парню ну вообще не повезло С самого детства его преследовал злой роб Ну а когда он обнаружил себя в туалете верхом на убитый им же самим мужчине Впору было и с ума сойти Но Лукаса взял себя в руки и нашел злодеев А попутно соблазнил и затащил в кровать детектива Карла Валенти Которая как раз разыскивала туалетного убийцу Парочка предалась всепоглощающей страсти в полуразрушенном вагоне метро И благодаря такой наглости Выкрутасы любовников из подземки попали на третье место Раса глубокожих гуманоидов Асари из игры Mass Effect Отличалась помимо цвета еще и удивительной способностью Они могли вступать в сексуальную связь с любыми формами инопланетной жизни Как это у них получалось непонятно Да и вдаваться в подробности особенно не хочется Можете себе представить удивление командора Шепарда Когда один из этих голубых представителей В смысле одна из представителей расы Асари Распахнула ему свое объятие Открыв взоры землянина Ну не нашему конечно с вами Все свое самое так сказать сокровенное Удивительный эпизод слияния в едином порыве желаний Человека и гуманоида Добирается до второго места Стрип-клуб Либерти Сити не посетил разве что ленивый Только самый отъявленный жлоб не заплатил 50 долларов За стриптиз очаровательной танцовщицы Ну и пожалуй только самый скромный Не заказал для себя этот танец в исполнении сразу двух распутниц С присущей иммиграцией и пластикой Эти красотки вытворяют перед ошалевшим сербским иммигрантом То самое за одни лишь рассказы о котором В приличном месте могут сразу набить морду Ну разве не заслужили эти милашки-озорницы Самого что ни на есть первого места Ну а также обожание и восторгов всех геймеров И даже некоторых геймерш Имевших удовольствие хоть однажды запустить GTA 4 Далее в виртуалите Velvet Assassin, Stormrise, Mad World А также как выглядят тренажеры для геймеров И можно ли стать Наполеоном и не попасть в психушку Это виртуалити, мы вернулись Прежде чем стартует очередной блок новостей Я вас обрадую Европейские ученые не смогли доказать Что видеоигры вредны для детей После проведенных экспериментов Наоборот, оказалось, что играть Очень даже полезно Это позволяет развивать стратегическое, творческое И нестандартное мышление А также учит взаимодействовать с другими людьми Согласитесь, неожиданный поворот в истории С постоянным наездом на игры После таких приятных известий Смотреть новости ожидаемых игр Еще интереснее Готовьтесь к бойне Древнее зло, 16 лет томившееся в темных застенках Готовится выйти в мир А противостоять ему может лишь маска ужаса Демонический артефакт, дающий своему владельцу Дьявольскую силу и выносливость Но отбирающая человеческий облик Доктор оккультных наук Вест Хочет стать поводырем самых отвратительных созданий И лишь два человека могут ему помешать Ученики доктора Рик и Дженнифер Собираются использовать маску против наставника Кто победит? Добро под маской ужаса? Или демоническое зло? Ответ вы узнаете, поиграв в проект Splatterhouse Реинкарнацию знаменитого консольного слэшера Прошлого века Последняя часть которого вышла в далеком 93-м Тряхнуть стариной можно будет в конце апреля Но только на консолях нового поколения От создателей хладнокровного убийцы Хитмана От авторов, подаривших миру Очаровательных безумцев Кейна и Линча Этой холодной весной вам будет по-настоящему жарко История бесконечной преданности и невиданной отваги Великая война забрала ее мужа И она решила отомстить войне Франция, захваченная фашистскими завоевателями Станет полем боя для рыцарей плаща и кинжала Красавица на службе британской разведки Женщина, которая убивает бесшумно Шпион против шпиона В новом захватывающем стелс-экшене Velvet Assassin Правдивая история агента секретной службы Виолетты Жабо Будет рассказана специально для тебя Человечеству удивительно легко дается самое разрушение После того, как последняя волна ядерных взрывов прокатилась по нашей несчастной планете Выжившие разделились на две группы Те, кто смог спастись от смертоносных последствий войны Поселились в бункерах и стали называть себя Эшелон А приспособившихся к радиации они окрестили Сай Когда на поверхности вновь стало безопасно Выжившие выбрались, но там им были не рады И восстали мутанты из пепла и руин разрушенных городов А воины Эшелона ополчились на них Используя разработанные под землей технологии И началась на земле новая война Жестокий урок не пошел людям впрок Вы сможете убедиться в этом сами Дождавшись выхода стратегии Stormrise В конце марта Куда катится этот безумный мир Если для семейной консоли V Выходят игры, подобные Mad World Этот кровавый экшен Предлагает почувствовать себя виртуальным убийцей по имени Джек У Джека есть мотоцикл, бензопила, выкидушка на руке И очень-очень плохое настроение Поэтому он гоняет на байке, пилит все подряд А также мочит, лупит, расплющивает, пронзает, отсекает, рвет и мечет нерадимых врагов Как такую брутальщину выпустят на семейной консоли не ясно Но чтобы смягчить потрясение от игры Разработчики сделали ее почти черным-белой Оставив лишь красную кровищу Mad World основан на комиксах небезызвестного Фрэнка Миллера Автора «Города грехов» Поэтому в проекте будет не только расчлененка, но и девчонки В общем, ни в коем случае не показывать эту игру детям И между прочим, это не шутка Никакого Mad World Кровища только для совершеннолетних Интеллект А в каком возрасте начинают играть в компьютерные игры? В среднем дети начинают играть с 6 лет Помнится, в этом возрасте я играл только в заводные машинки А современным детям доступны девайсы посерьезнее Об одном таком сюжете Как бы по-дурацки это ни звучало, но вот она Реальная виртуальная система симуляции гонок Принцип действия этого аппарата завязан на использовании всяческих электромеханических штуковин Там всякого многого разного понапихано В результате мы имеем более-менее достоверную симуляцию поведения гоночной машины Думаете, мы просто так из кожи вон лезем? Нет, мы договорились с издателями более чем 50 игр В том числе и авиасимуляторов И скоро вы сможете испытать наш супер-пупер устройство в своей любимой игрушке Не, в самом деле мы специально делали нашу машину такой Чтобы на ней могли тренироваться профессиональные гонщики Там, пилоты самолетов, военные Все работает четко, без задержек С реальным уровнем отдачи, креном Идеальным сочетанием картинки на экране И действиями в кабине, ну и так далее Вы буквально чувствуете под задницей сидение реального автомобиля Кучащегося на скорости 200 км в час Вот обратите внимание, как интуитивно легко водитель входит в повороты Ну если, конечно, он умеет реально водить машину Профиль управления настраивается под каждого геймера Игра передает незабываемое ощущение без риска сломать ногу или руку Да у нас тут папаши с детишками часами играются А стоит такая фиговина 44 тысячи долларов Ну пока дороговато, конечно, но согласитесь, прикольно Тем более, что в будущем мы планируем продавать такие штуки Где-то за 3, может быть, 5 тонн гринов А это же реально, да? Такая красота Далее в виртуалити Почувствуй себя Наполеоном и не попади в психушку Uncharted 2 Достойный соперник Лары Крофт Это в виртуалити Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений Считанные дни остались до выхода очередной игры из серии Total War Если вы все это время были в танке и не знаете, что это Смотрите сюжет Как мы все знаем, война никогда не меняется И серия Total War наглядное тому подтверждение Вот уже много лет она остается неизменно интересной Неизменно увлекательной И неизменно выдающейся в плане графики Empire Total War Новая глава в этой серии не посранит великих предков Клянусь своей треуголкой Total War игра про войну для тех, кто ценит мир и желательно весь Это стратегия в реальном времени и пошагово одновременно Empire расскажет о самых важных сражениях 18 века Причем все эти разборки были на самом деле, даже морские Кстати, это впервые Надеемся, что старые фанаты заценят фишку Ну а новые вообще от радости просто опупеют Это, конечно, поначалу озадачивать Надо придумывать новую тактику, маневрировать Что-нибудь понимать в морском деле, кораблях Но, знаете, по управлению это то же самое, что и наземный бой Все очень просто, не запутаетесь Действие происходит в разных местах В Америке, Индии, Европе, Карибские острова, Ближний Восток Мы замутили настолько нехилую карту, что вы запросто сможете потеряться Создавая поселение бедолаг на богом забытых островах Это не беда, надо лишь настругать огромный флот и показать всем Кузькину мать Кстати, в те бородатые времена все так друг с другом и делали Если вы из породы сухопутных крыс, вам надо не мешкая захватить материк Если вы прожженный ромом морской волк, срочно захватывайте морские бассейны Но это не путь мудрого императора Настоящий джедай сделает и то, и другое вместе Да и потом еще что-нибудь хитрого сотворит Кстати, чтобы победить, теперь надо не просто просировать штаны за монитором И захватывать как можно больше всяких там никому не нужных островов Теперь важен такой параметр, как авторитет У кого там, как говорится, чуб длиннее, в смысле наука лучше И торговля бойче, а экономика экономней Вот тот, значит, самый молодец и есть Начинайте вы в дремучем 17 веке Все вокруг плохо, налоги душат, армия запущена Соседние державы норовят оттяпать кусок вашей империи Кстати, так все хреново и было Это реальная ситуация 17 века В общем, вам надо быстренько развиваться, иначе вам не выжить Это самая крутая игра из тех, что мы когда-нибудь делали Ну прикиньте, 10 тысяч солдат палят друг в друга почем зря Орут, матерятся, все это на одном экране Правда красиво? Круто! И графику тоже мы довели до ума Будет очень красиво, обещаем Ждите выхода Глобальная стратегия Empire Total War Это, помимо того, что просто отличная игра Еще и неплохая возможность почувствовать себя Наполеоном И не оказаться в психушке Если душа у вас к завоеванию мира как-то не лежит Вас все больше тянет на поиски сокровищ Но Лара Крофт уже пройдена раз 10 Вот тогда вам остается дождаться выхода Uncharted 2 Игра обещает быть очень крутой Ведь разработчики ввухали в проект аж 20 миллионов долларов Давайте узнаем, на что были потрачены эти средства В Uncharted 2 вы снова встретитесь с Нэтаном Дрейком Вас ждут новые приключения, новые враги, новые друзья Много сокровищ Герой полюбился зрителям еще со времен первой части Простой такой парень, без всяких героических замашек Бегает, стреляет, ищет сокровища, друзьям помогает Все это обязательно будет и в Uncharted 2 Вы посетите много интересных мест Затерянный тибетский город Шамбала Джунгли, заброшенные руины, болота, пещеры Дрейк везде сунет свой нос Сюжет крутится вокруг знаменитого путешественника Марка Пола И его пропавшего флота Нэтан отправляется на поиски И, понятное дело, оказывается втянутым в захватывающую историю Мы детально проработаем все детали сюжета Улучшим игровой процесс, поведение врагов Стрелять теперь, к примеру, можно будет практически из любой позиции Предварительно тщательно прицелившись Графически игра тоже сделает скачок вперед В первой части вы такого не видели Проект получается очень похожим на кино Именно вот на зрелищный блокбастер, в котором вы играете главную роль Ну вот, положим, Дрейку выстрелили в ногу Так он будет ходить прихрамовая Тоже относится и к врагам Мы ввели зонные повреждения для всех персонажей Также мы добавили в игру погодные эффекты Снег, ураганный ветер А Дрейк получит новую напарницу Ее зовут Хло Она австралийка и очаровашка Как и Елена в первой части Хло будет периодически помогать герою Но управлять ей вы не сможете Тем не менее, она заметно разнообразит игровое действие Да и Дрейку с ней будет комфортнее Геймплей был также серьезно доработан По сравнению с первой игрой Бои будут более динамичными и менее однообразными Враги поумнеют, но станут более уязвимыми А то бывало раньше В одного чуть ли не целую обойму засадишь А он только морщится Система ближнего боя также перетерпит значительные улучшения Ведь по мордасам бить должно быть весело, а не скучно Кроме того, мы разбавили активное действие стелс-элементами Иногда надо незаметно просочиться мимо врагов И это будет куда эффективнее, чем укокушать всех по одному Нейтан будет активнее использовать окружение И не чураться укрытий Также кооперативного прохождения в игре не будет Потому что мы все силы бросили на одиночную кампанию Она будет вот реальной, как в фильме Хотите не только посмотреть, но и поиграть? Дождитесь Uncharted 2 этой осенью Будет обалденно Я вам точно говорю На сегодня все Смотрите на следующей неделе в виртуалите Делаем подарок на 8 марта своими руками Первые подробности о God of War 3 в эксклюзивном интервью нашей программе Виртуальные красавицы тоже хотят замуж и многое другое С вами был Макс Васильев Стэнбай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok